Продолжение по ветеранам. Гамов антибиотики. Пожалуйста. Ветеран потерял микрофон. Очень коротко. Сайт, радио и газета «Комсомольская правда». Владимир Владимирович, вы знаете, честно говоря, мне сегодня немножко обидно за президента Путина. Почему? Потому что цифры красивые, цифры правдивые, они настоящие, они не вызывают, я думаю, у специалистов сомнения. А вот простой народ, я думаю, что он не совсем им верит, потому что Россия живёт тяжело. Это первое. Второе. Там не так спокойно, я имею в виду не ситуацию, а в сердцах, в душах, в голове, в мыслях. То есть люди очень сильно переживают и за вас, и за страну. Так вот, почему это происходит? Потому что я считаю, что чиновники среднего звена, высшее звено, министры, там, я не знаю, губернаторы, они все Путина боятся, и вы всех поставили, сейчас построили, все нормальные люди практически собрались. А вот чиновники, которые то про акциз на колбасу начнут говорить, то начнут говорить, что Кремль вообще не разрешает рожать, то ещё что-то, вот, они воду мутят и они мешают верить Путину, государству и так далее. Мне кажется, нужны какие-то реформы. То есть, я не знаю, что-то нужно делать с этим средним звеном. Давайте его будем перевоспитывать, давайте будем вам помогать. И я заканчиваю, вот, буквально накануне пресс-конференции я получил такую телефонограмму, вот, она очень короткая. Гамов, спроси у Владимира Путина, не пора ли, наконец, обратить внимание на чудовищную пропасть между доходами топ-менеджеров и простых людей. И когда, наконец, Владимир Владимирович сделает на этот счёт очень чёткое заявление, потому что вы несколько раз возвращались. Спасибо огромное. Значит, у вас такой тезис, он извечный, русский-российский тезис. Царь хороший, а бояре, они воры и разбойники. Вы знаете, что, если чего-то не получается, то все виноваты. Это во-первых. Во-вторых, я уже сказал, дело не в том, что цифры как-то не бьются, а дело в том, что с ними работают-то плохо. Ну, не разъясняют людям. Вот вы сказали, вот цифры хорошие, а там не верят. Вы как будто не слышали, что я говорил в начале или в середине. Я же приводил данные, связанные с падением реальных располагаемых доходов населения. Чего же здесь хорошего-то? Я не говорил, что это хорошо. Они как упали у нас в 2015 году, а в 2016 году – минус 5,8. Чего же здесь хорошего? Я не говорил, что это хорошо. Я говорил, что тенденция, слава богу, управляется, но это объективный фактор. И не думаю, что здесь люди в это не верят. Как раз вот это достоверные вещи, и люди, как раз, надеюсь, это понимают. По поводу чиновников вообще. Вы знаете, конечно, есть люди, которые не отдают себе отчётов о том, что не говорят. Оказались не на своём месте. Просто неаккуратно высказываются. Такие тоже есть. Но это же мы все. Это наша среда. Так вот человек был вчера кем-то, сегодня стал чиновником. Возьми, ляпни там что-нибудь. Но он и не готов для того, что… Это значит, что он просто не готов для такой работы. Ну, конечно, нужно работать с людьми, безусловно, и со всеми чиновниками. Но среди них тоже много очень порядочных и деятельных людей. Это факт. От этого никуда не деться. Понимаете, невозможно всё закрыть, и потом открыть коробочку, и там всё будет хорошо. Не случайно Моисей водил еврейский народ 40 лет по пустыне. Ну, мы так не можем, 146 миллионов по пустыне водить. Поэтому это процесс взросления государственного аппарата, работы с ним. Мы сейчас стараемся это делать. Видите, проводим различные конкурсы среди молодых. Лидеры России у нас проводят этот конкурс кадровый. Учим их потом в академии нашей. Из этого когорта уже, по-моему, человек 12 или 15 стали губернаторами. Два министра федеральных, пять или шесть заместителей министров. Постепенно-постепенно будем распространять это и дальше. Это процесс длительный. А пропасти? А что касается пропасти, к сожалению, это есть, первое. А второе, к сожалению тоже, но это, как правило, мировая тенденция. Во всяком случае, в крупных экономиках так происходит. Посмотрите, что в Штатах происходит. Вот здесь коллеги сидят, они американские. Они должны читать свою собственную аналитику. Вот, значит, разрыв между теми, кто зарабатывает очень много, и теми, кто зарабатывает достаточно мало и скромно, ну, по их меркам, он увеличивается. Кстати говоря, вот в этой связи предвыборный штаб президента Трампа, сегодняшнего президента, он очень точно уловил вот это обстоятельство. Они, кстати говоря, использовали в предвыборной борьбе и оказались правы. Мы, конечно, должны это учитывать. Мы должны сделать, вот как минимум, должны кардинально сократить количество людей, живущих за чертой бедности. Это правда.